ЗАПАХ ГАРИ И вот как-то ясным весенним вечером в отделение поступило сообщение о зверском убийстве в заброшенном доме. Андрей приехал на вызов в составе опергруппы. На месте выяснилось, что милицию вызвал местный дворник. От мужчины крепко разило спиртным. Милиции он признался, что со страху ожно протрезвел. Внимание, что сапоги у мужчины в крови. Снова заходив в заброшенный дом, дворник наотрез отказался. Мол, я вас вызвал, теперь сами разбирайтесь с тем, что там произошло. Андрей подошел к темному дверному проему и когда перешагнул через провалившийся порожек, в нос резко ударил ужасный запах мертвой плоти. До трупа было метров пять, но лужа крови растеклась довольно далеко. Стало понятно, где так испачкал сапоги пьяный дворник. Картина действительно ужасала. Убитой оказалась совсем молодая девушка, на вид лет 18-20. Худое тело было местами обожжено до костей, лицо безображено, горло перерезано. Было видно, что перед смертью ей истязали. Личность девушки вскоре установили. Она оказалась студенткой одного из вузов, приезжей с Урала, да еще и сиротой. Вскоре в отделении появилась ее опекунша. Высокая, прямая как палка, 69-летняя старуха, двоюродная сестра бабушки. Она не пролила ни слезинки. Молча глядя в окно, выслушала Андрея и сухо потребовала показать место преступления. Отказать Витвицкий не смог. Бабка вышла из машины вперед Андрея и первой направилась к заброшенному дому. Если старуха раньше просто поражала Андрея, то тут она стала его пугать. Появилось в ней что-то хищное. Буркнув, чтобы не ходил следом, пожилая женщина легко переступила порог злополучного дома. Андрей видел, что она остановилась точно на том месте, где обнаружили труп ее внучки. Потом старуха вдруг резко подняла вверх руки и повернулась лицом к Витвицкому. И парню показалось на миг, что ее глаза сверкнули во мраке кошачьей зеленью. Пришел в себя оперативник от того, что бабка трясла его за плечо. «Ты что, заснул что ли? Пойдем уже!» Уже потом дома Андрей пытался анализировать, что же с ним произошло. Но ответа так и не нашел. Может действительно, выключился от усталости и недосыпа, а бабкины метаморфозы просто приснились. Убитую девушку похоронили. После этого ее опекунша сразу купила билеты на поезд, сказав, что не собирается тут оставаться. Не минутой дольше необходимого. Андрей пошел проводить бабку. И та уже на перроне вдруг наклонилась к нему и тихо сказала, что убийц внучки ловить не надо. Через пару дней они сами придут с повинной. Андрей только плечами, пожалуй, отправился расследовать дело. На следующий день он обошел все общежитие, где проживала девушка. Расспросил о ее жизни всех соседей и узнал, что девчонка неплохо гадала на картах, вызывала духов и говорила, что колдовской талант у нее от родственницы, лесной ведьмы. Витвицкий уныло вздыхал, он во все это не верил. Выяснилось, что друзья у нее были обычные, нормальные студенты, все ее любили. Были, конечно, и враги, такие же студенты, нельзя же всем нравиться. Имелся в окружении, правда, один подозрительный тип, бизнесмен в красном пиджаке, который ей в женихи набивался. Друзья утверждали, что он нормальный пацан, к тому же влюбленный по уши. Витвицкий, конечно, его проверил, но у того оказалось железное алиби, сломал на стройке ногу и безутешно лил слезы в больнице. Предположение о том, кто мог убить любимую девушку, у молодого человека не оказалось. Обмолвился, правда, что она с его бывшей не ладила. Андрей взял это на карандаш, чтобы проверить версию, хотя больше склонялся к тому, что на девушку напали какие-нибудь сатанисты. В те смутные времена ненормальных было особенно много. А на следующий день в отделение явились три девушки, как позже выяснилось однокурснице убитой. Девицы ревели белугами и просили посадить их в тюрьму. Оказалось, что именно они и расправились с внучкой лесной ведьмы. И вот что произошло. И кто бы мог подумать, что серая мышь Алена Белова, все имена придуманы, настоящих я не знаю, не сказали. Принесет столько проблем первой красавицы в общаге, начинающей модели Вики Строевой. Но именно из-за нее Вика в последний месяц не спала, не ела и вообще, что называется, потеряла товарный вид. А началось все с того, что Викин Хахаль, Вова-бизнесмен, владевший в те времена несколькими салонами татуировок, богатый, наглый и хитрожопый, вдруг неожиданно очеловечился и собрался жениться, но не на Вике, а на Алене. Пару недель назад Вовчик заехал за Викой в общежитие и, не застав ту дома, пошел скрасить ожидания к ее соседке, а та взяла его к Алене на сеанс гадания. Как только я ее увидел, как молнией долбануло, радостно делился потом, в аванс с друзьями и родственниками, понял, что всю жизнь искал эту девушку. Описать горе и злость Вики было просто невозможно. Потеря Вовиного интереса круто сказалась на ее материальном и моральном состоянии. Вика стала всеми силами стараться вернуть себе ухажера, но он вообще не реагировал на ее усилия и как зачарованный бегал за Аленой, которая особо на него внимания не обращала. Зачарованный? Вика и решила, что Алена его приворожила. Разве можно в здравом уме бросить ее Вику ради такой замухрышки? Но это оказалось не пределом Викиных страданий. Некоторое время спустя Алена покусилась и на ее модельный бизнес. Известный на всю общагу фотограф Артем как-то сфотографировал Алену за картами и сделал шуточный постер, мол, поддержим местный гадальный бизнес. Фотка разлетелась по вузу. Ее увидел и оценил Викин модельный работодатель. Мужчина попросил ее познакомить его с Аленой, мол, увидел ее в качестве модели в крупном проекте. Добавим, что Вика сама рассчитывала поучаствовать в этом деле. Тут уж она окончательно уверилась, что Алена навела на нее порчу из глаз. К тому же, видимо, от нервов у Вики посыпались волосы и до кучи она подхватила простуду. Когда она высказала все это Алене, девушка от неожиданности расхохоталась и попыталась объяснить, что в жизни бы такого делать не стала. От приворота счастливой любви не бывает, но порча из глаз, к тебе, как правило, возвращаются старицей. Вика не поверила. А когда Алену модельное агентство все-таки приняло в проект, Вика, оставшись не у дел, решила, что от ведьмы надо избавляться. Она рассказала о своих бедах двум закадычным подружкам и попросила помочь проучить соперницу. Одна из девушек попросила Алену приехать вызвать духов и погадать в заброшенный дом. Та, ничего не подозревая, согласилась, а когда приехала, ее уже ждали выпившей для храбрости мстительницы. Подруги издевались над Аленой несколько часов, при этом выпивали и в итоге решили ее сжечь. А поскольку она никак не умирала, в конце концов перерезали ей горло. Ужас накатил под утро, когда троица протрезвела. В итоге девицы решили уехать на время из общаги и пожить по знакомым. Но оказалось убежать от такого непросто. Милицию и девицы прибежали потому, что, по их словам, их стал по пятам преследовать призрак убитой девушки. Вика напросилась пожить у тетки, мол, делаем в общаге ремонт, дышать нечем, прими на пару недель. Та не отказала. И вот несколько дней назад Вика зашла в лифт в теткином подъезде. Внезапно ей почудился запах Гарри. Она забеспокоилась, может проводка горит. И тут лифт застрял. Свет померк, а запах усилился. Вика стала стучаться кулаками в двери, как вдруг почувствовала за спиной какое-то движение. Она обернулась и от страха опорожнила мочевой пузырь. Из зеркала, вмонтированного в противоположную стену, на нее жуткими пустыми глазами смотрела Алена. Когда убитая потянулась к ней сожженной до кости рукой, Вика отключилась. Пришла она в себя уже дома, где над ней с нашатырем хлопотала тетка. Оказалось, она видела в окно, как Вика вошла в подъезд. И поскольку-то долго не поднималась, решила посмотреть в чем дело. Вызвала лифт и обнаружила там потерявшую сознание племянницу. Той же ночью, проснувшись, как от толчка вбок, Вика увидела над собой тень и почувствовала запах сгоревшей плоти. Она завизжала, на вопли прибежала тетка. Конечно, в комнате никого не оказалось, но уходя, недовольная побудкой родственница заявила, что в комнате воняет паленым, и если Вика не бросит курить в доме, то ей придется вернуться в общагу. И начался жуткий кошмар. Вика стала постоянно видеть Алену. Стойте, скоси глаза на бок, как рядом мелькнет черная тень, и начинает чудиться запах гари. Потом объявились и подружки в один день, одна за другой. В панике, еле живы от страха, с теми же симптомами. К вечеру они уже боялись выйти из теткиной квартиры. Сила и резвость появились, когда все три вдруг почувствовали, что в комнате отчетливо пахнет паленым. Тогда они и побежали в ближайшее отделение милиции. Вот так дело и было раскрыто. Витвицкий проверил показания девиц. Все совпало. В призрака он поначалу не поверил. Списал это на внезапно проснувшуюся в них совесть и шок после совершения тяжкого преступления. Уже много позже Андрей вспомнил странную опекуншу убитой девушки и ее пророческие слова. Добавлю, что за долгую службу в милиции у Витвицкого было еще несколько дел об убийствах, когда преступник подписывал явку с повиной. Говорил, совесть замучила, при этом опасливо бегая глазами по самым темным углам кабинета. Продолжение следует...